Матчи смерти. Мариуполь. 31 октября 1941 на заводском стадионе встретились команды футболистов городской команды Ильичовиц и немецких танкистов. Несмотря на предвзятое судейство и жесткую игру немцев, мариупольская команда выиграла со счетом 3-1. После игры футболисты оказались в концлагерях или были расстреляны. Киев. Костяк команды «Старт», проведший матч смерти в оккупированном Киеве летом 1942 года, составили игроки киевского «Динамо». Некоторые футболисты оказались на передовой с первого дня войны. Кто-то успел эвакуироваться. Фронтовики почти тут же попали в плен. Отступления и потери по юго-западному фронту в первые дни войны были огромными. После оккупации Киева управа города начала восстанавливать культурную жизнь и как один из вариантов рассматривала проведение спортивных соревнований. К тому времени плененные футболисты были освобождены под расписку главы управы Киева и работали на хлебном заводе. Они и вошли в состав футбольной сборной завода под названием «Старт». «Старт» играл с Рухом, командой рабочих киевских фабрик, сборными венгерских и немецких военных частей. Затем против киевлян выдвинули роковой «Флакельф», где в состав входили немецкие зенитчики. Команды провели две встречи, обе выиграл «Старт». Последняя игра состоялась с Рухом, и встречи немецких и киевских команд официально прекратились. Футболисты были арестованы по разным причинам, в основном подведенным к причастности НКВД – наличии офицерского звания или партийного билета. Вопреки трактовке, в сложившейся легенде о расстреле футболистов после матча никто не был казнен тут же. Игроки были отправлены в концлагеря и расстреляны зимой 1943 года, с началом масштабного наступления советских войск. О матче смерти написали множество книг и статей. Так история обросла слухами, и сложилась легенда о расстреле футболистов сразу после матча за отказ намеренно проиграть немецкой команде. Автор текста – Альбина Ахатова